Всем привет! Рада вас видеть на моем канале. Расскажу сегодня о самых любимых приложениях, которыми я пользуюсь в Польше и без которых себя уже просто не представляю. Итак, быстренько поставили лайки, подписались и поехали. И начну я с транспорта. Если вы пользуетесь общественным транспортом, то тогда приложение Ягда Яды это просто маст, особенно если вы живете в Варшаве. Я точно знаю, что это приложение также работает и для других городов Польши. Ягда Яды все очень просто. Если вы живете, допустим, в Варшаве, вы открываете приложение, вписываете маршрут, с какой точки, до какой точки вам нужно добраться. Приложение само все простраивает. Вы в этом же приложении покупаете билеты, в этом же приложении вы при помощи специального QR-кода активируете этот билет. И все. То есть, все в одном приложении очень удобно. Единственное, что там в этом приложении нельзя купить абонемент. То есть, это разово, если вы иногда там выезжаете и вам не нужно покупать такой проездной на месяц, либо на два. Следующее приложение это, конечно же, такси, когда нужно добраться поздно из одной точки в другую, либо просто нужно добраться быстро и не до общественного транспорта. Это приложение Bolt. Пользуюсь, всегда есть такси в наличии машины. Вы можете, конечно, выбрать тот же самый Uber, работает в Польше. Но, как правило, показывает, что таксисты работают и на Uber, и на Bolt, на два сервиса сразу. А если вы не хотите ни на общественном транспорте, ни на такси, а хотите немножко движения, то куда же без велосипеда? Ветурило. Да, велосипеды достаточно такие поюзанные, скажем так, но всегда есть в наличии. Приложение достаточно глючное, я вам хочу сказать. Но у меня был момент, когда мое приложение через какое-то время стало неактивным, и несмотря на деньги на счету, я не могла взять в аренду велосипед. Написала в поддержку, поддержка мне ответила буквально первые 20 минут, были очень так в контакте, помогли мне и разрешили мою проблему очень быстро. Такие цены, чтобы вы знали, один злотый они берут за час аренды велосипеда, что вполне-вполне себе по карману. Внимание, если ваша поездка короче 20 минут, то будет бесплатно. Следующее предложение разберем по еде. Когда я приехала, то я сидела в карантине и воспользовалась предложением Глова. Классное предложение на самом деле. Вы можете доставить не только товары из бедренки, допустим, вы можете также доставить товары себе, купить товары из аптеки, они делают доставку, а также делают доставку из популярных ресторанов, как того же Макдональдс, KFC, так и ресторанов, кафе, которые поближе от вас. В описании к видео я оставлю свой промокод. Если вы никогда не пользовались этим приложением, то по активации приложения и введению промокода вы получите 30 злотых на счет, если я не ошибаюсь. Единственное, что я могу раздать только 5 кодов, поэтому кто первый словит, того и тапки. Но все равно видите код, возможно, он будет действовать и лучше попробовать, чем не попробовать. Глова очень удобно отслеживать ваш заказ, они постоянно вам будут присылать уведомления, когда вы уже сделаете заказ, что ваш заказ, допустим, собирается, ваш заказ в пути. Вам примерно осталось 30 минут до того момента, как ваш заказ доставят на дом. Мне он безумно понравился. Следующее приложение по еде это Too Good To Go. Концепция приложения мне безумно импонирует. В конце дня всякие небольшие магазины, склепы, допустим, магазины, которые делают хлебобулочную продукцию, рестораны выставляют еду со скидкой. И вы можете, да, то есть посмотреть в предложении в каком там месте, какой кафе, какой ресторан, какой магазин и какую еду выставил со скидкой, прийти туда и забрать. То есть вы не приходите, допустим, если это кафе, вы не приходите, не садитесь за стол, а забирайте эту еду на вынос. Когда вы уже поели, накатались, наработались и вам хочется развлечения, то открываете приложение Going. В нем вы выбираете место, где вы проживаете, выбираете даты и смотрите, на какой концерт, спектакль, выставку вы бы хотели пойти. В этом же приложении вы покупаете билет и практически во всех случаях будет написано, что билет распечатывать не надо. Обращайте внимание, очень редко некоторые пишут, что да, вам нужно распечатать билет, но в основном вы будете предъявлять просто QR-код, либо код для сканирования, который у вас будет в приложении. И без сотового связи никуда. Следующее предложение это предложение Orange Flex. У меня есть сим стоит, поэтому пользуюсь именно Orange Flex. Очень удобное приложение, вы смотрите сколько там гигабайт осталось, минут сколько осталось, можете пополнить, достаточно все просто. Кстати, у меня есть для вас скидка, код на скидку будет в описании к этому видео. Когда вы будете активировать Orange, введите этот код и после одного месяца использования Orange вам будет начислено 30 злотых на счет. Что касается продуктового шопинга, я не упоминаю приложения Ашан, Лидла, либо Бедренки, только лишь потому, что они все в принципе одинаковые. Там вы найдете как ваши личные скидки, так и скидки магазина. Тоже там можно посмотреть закупы, которые вы производили, покупки, которые вы производили в последнее время и увидеть электронные чеки. Достаточно все удобно. Снова так и повторюсь, вы будете сами выбирать на основе того, где вы больше всего делаете покупок, в каком магазине. Точно такой же принцип с банками. Я не буду говорить сейчас про банки, у меня ПКО, поэтому я пользуюсь только ПКО. Кстати, в ПКО можно, если у вас тоже этот банк, можно купить и билеты на проезд, тогда вам предложение Ягода Яда не надо. Но правда Ягода Яда выстраивает весь маршрут, что очень-очень удобно. Итак, если это вам видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Конечно же, смотрите в описании все скидки, все купоны, вводите, пользуйтесь. И до новых встреч. Пока.